Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Когда речь идет о безопасности детей, мелочей не бывает. Отдых на природе в минувшую субботу для нескольких семей мог закончиться плачевно, но беду удалось отвести. Комиссия провела очередную проверку пассажирского транспорта в Алексеевке по маршрутам номер 17,2. Волосы – это не только красиво, это еще и искусство. Выставка фоторабот чешского автора в студии Игоря и Ольги Улько в Анапе. А сейчас обо всем подробнее. Польза активного отдыха на свежем воздухе – неоднозначная тема обсуждения на этой неделе. Несколько семей выехали на пикник с ночевкой на Большой Утриш, разбили палаточный лагерь. И, казалось бы, родители проявили заботу о детях, устроив им отдых на природе. Но в этой истории несколько «но». Подробности о нашумевшей теме далее. В поисках вдохновения творческие мамы с детьми облюбовали третью лагуну между Большим и Малым Утришом. Жили в палатках. 17 октября в Анапе была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с неблагоприятными погодными условиями. Поступила информация о семьях, отдыхающих в лагуне. Налетевшая непогода застала их в горах. Все службы города были подняты. Служба спасения, скорая помощь. Выдвинулась туда рейдовая группа в составе врача, представителей ОПДН, представителей опеки для того, чтобы эвакуировать эти семьи в детскую больницу. В течение практически всей ночи 17 по 18 октября в несколько этапов вывозили детей. Было пятеро детей, двое двухлетних, восьмимесячный ребенок и два ребенка 4 и 5 лет. Дети были с мамами. Мамы отдыхали там. Они не знали о том, что объявлена повышенная готовность, то есть штормовое предупреждение. Службы спасения подоспели как раз вовремя. В половине восьмого утра детей привезли в больницу, а в девять утра опалил сильный дождь. Дети поступили с первыми признаками простудных заболеваний. Они прошли лечение в детской городской больнице. Сейчас дети здоровы, выписаны и находятся дома. Мы, конечно, всегда готовы помочь, всегда поднимем все силы и средства для того, чтобы спасти вашего ребенка. Но будьте осторожны, смотрите, следите за погодными условиями, когда вы езжаете куда-то за город. На этот раз, к счастью, никто не пострадал. Специалисты успели вовремя, предупредили беду. Хотя родителям следует быть внимательнее и не столь беспечно относиться к своим детям. На этой неделе в центре внимания транспортная тема. Каждый день на маршрутах городского общественного транспорта проводят проверки. Специалисты транспортного управления отрабатывают заявки и жалобы анапчан. Сегодня комиссия провела очередную проверку в Алексеевке по маршрутам номер 17,2. Не, не, мы опаздываем. Просто летом не залезешь, зимой не дождешь. Пассажиры на ходу определяют формулу движения транспорта и даже представиться нам не успевают. Все спешат, опаздывают. Кто в школу, кто на работу. Дождаться маршрутку утром в Алексеевке, а потом втиснуться в нее – большая удача. Жалобы есть у вас с каким-нибудь или предложения по улучшению маршрута двойки 17? Конечно. Что у вас? Большие, надо пускать автобусы. Автобусы? Потому что у нас очень много жителей в Алексеевке. А периодичность по расписанию утвержденному ходят автобусы или нет? Опаздывает ваш ребенок в школу? Вы сами опаздываете на работу? Ребенок опаздывает. Опаздывает, да? Да, приходится идти пешком на пятую школу. Специалист транспортного управления Елизавета Денисова вместе с жителями микрорайона ожидает маршрутку. Фиксирует интервал между автобусами и узнает о проблемах, с которыми пассажиры сталкиваются каждое утро. Первые два водителя проехали с интервалом в полчаса, затем заработало сарафанное радио. На рейс вышли все, как положено, по утвержденному графику и расписанию. Это получается час пик у нас с 7.15, да, и до 7.15. Через полчаса. До полдевятого самое такое максимальное. Вообще-то по расписанию они обязаны ходить в каждые 10.15. Меньше. Через полчаса придет? Так же. Интервал между рейсовыми автобусами в час пик должен быть до 10 минут. Но каждое утро приходится ждать микроавтобус по полчаса минут 40. Во-первых, у меня очень редко ходят. Во-вторых, если приходят, то это чаще всего в битком забитая маршрутка, потому что здесь находится резкая поликлиника и всегда очень много народу. А маршрутка приезжает, если раз в полчаса, то, естественно, большее количество людей стоит. Жалуются пассажиры на движение вечером, точнее, на его отсутствие. Из города добраться в Алексеевку после 19 часов можно только на такси. Я вожу внучку, со школы забираю, в 7 вечера вообще не уехать с города. А в 7 вечера? В 7 вечера такси вызываем. В 7 вечера у вас получается, что вот и в 8 минут. Ситуация изучена, анализ проблем проведут в Управлении по транспорту и связи и примут решение. Руководители транспортных предприятий, обслуживающих два рейса по маршруту номер 17 и двойка, получат предписание. Проблему обещают решить в ближайшее время, чтобы маршрутки ходили строго по расписанию. За опоздание на обчан из-за транспортных проблем водителей будут наказывать рублем. Напоминаем, 30 октября в эфире нашего телеканала глава города-курорта Сергей Сергеев ответит на вопросы о напчан в прямом эфире. Начало в 18.30. Предварительно вопросы можно задать по телефону 5.8657 и прислав письмо на электронную почту. Телефон и адрес на экране. И к другим темам. На курорте обсудили актуальные для предпринимателя темы. В администрации города состоялось заседание совета по малому и среднему предпринимательству. Особенное внимание системе классификации гостиниц. В Анапе уже классифицировано 78 объектов размещения по категориям. 5 звезд получили 2 объекта. 8 – обладатели 4 звезд. 3 звезды у 37 объектов. 2 звезды получили 23 объекта. По 1 звезде у 4 мини-отелей. Гостиница «Агат» на Пионерском проспекте работает с 2008 года. Сейчас проходит классификацию на 3 звезды. Чтобы гостиница соответствовала всем нормативам, здесь устанавливают пожарную сигнализацию для обеспечения безопасности гостей и персонала. Если мы хотим конкурировать с кем-то, где-то. Во-вторых, более представительный вид иметь должно предприятие. Как любое предприятие должно совершенствоваться. И это один из толчков к тому, чтобы привести к европейским стандартам наш бизнес. Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму Игорь Сенченко рассказал участникам заседания Совета по малому и среднему предпринимательству, что она позанимает второе место по классифицированию гостиниц и других стресс размещения среди муниципалитетов Кубани на первом месте Сочи. С 1 июля 2015 года в Краснодарском крае предоставление гостиничных услуг, временного проживания и размещения не допускается без свидетельства классификации. Собственников пансионатов, гостиниц, отелей, не прошедших процедуру классифицирования ждут штрафы. Индивидуальные предприниматели, первый штраф до 20 тысяч рублей, для юридических лиц до 200 тысяч рублей. Предприниматели, оказывающие курортные услуги без соблюдения ГОСТов и нормативных требований, тем самым создающим угрозу жизни и здоровья отдыхающим, могут быть подвергнуты в судебном порядке при остановлении деятельности на 90 суток. В помощь предпринимателям сформирована межведомственная рабочая группа под председательством заместителя главы Анаполь Дмила Терещенко. На официальном сайте администрации создана страница с подразделами, где указана памятка для собственников средств размещения, перечень аккредитованных организаций, расценки на услуги и перечень объектов, которые уже прошли эту процедуру. Классифицироваться должны все объекты размещения с номерным фондом более пяти номеров и также частники, у которых земельный участок оформлен по ДЖС. Кому необходима помощь в начале процедуры классификации, могут обращаться в управление по санаторно-курортному комплексу туризма администрации города и получить консультацию. 20 лет со дня основания отметил Таманский центр организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Юга». В санатории «Урал» почетными грамотами и благодарностями наградили заслуженных работников центра. Под звуки джаза встречали гостей и сотрудников Таманского центра ОВД филиала «Аэронавигация Юга» на празднике, посвященном 20-летию центра. Честовали специалистов, благодаря которым обеспечивается регулярность и главная безопасность полетов. Ответственность за обеспечение безопасности воздушного транспорта возлагается на весь персонал, от директора до рядовых сотрудников. Как друзьям, соседям, своим, я пришел вас поздравить от имени главы города, сказать, что ту работу, которую вы делаете, она очень важна. Мы принимаем миллионы людей на территории нашего города, в том числе через аэропорт Анапа. После слов поздравлений наступила пора награждения. За многолетний безупречный труд, профессиональное мастерство, преданность авиационной отрасли почетными грамотами главы города наградили заслуженных работников. Начальник Таманского центра ОВД Валерий Фияла вручил грамоты и благодарности ветерану филиала «Аэронавигация Юга». Ветераны, которые по разным причинам сегодня не работают, отдыхают, но в нашем зале около 37 человек, которые 20 лет назад вместе со мной еще и работали. Не хочется говорить, ветераны 20 лет назад, мы были ведь молодые, и сейчас вроде меньше. Я не имею, спасибо вам, вы были не только свидетели, вы были участниками этого действия. Для гостей выступили танцевальные и вокальные творческие коллективы Анапы. Работа персонала Таманского центра ОВД направлена на профилактику авиационных происшествий, обеспечение надежного, комфортабельного и доступного авиасообщения, чтобы девиз «воздушный транспорт самобезопасный» оправдывал себя каждый раз. Продолжаем выпуск. Волосы – это не только красиво, это еще и искусство в авторском решении чешского фотографа. Выставка ее работ открылась в студии Игоря и Ольги Улько в Анапе. Какая связь между волосами и аналоговой фотографией, смотрите в сюжете далее. Каждое фото чуть больше негатива. Старческая рука и растомер с отметками разных лет. Добрые лица пожилых людей. Это авторское решение Габриэлы Колчавовой, чешского фотографа, выставка работ которой открылась в студии Игоря и Ольги Улько в Анапе. Международный фестиваль фотографий и фотовиза продолжает удивлять. Серия снимков «Нитка Буз» – это способность автора ценить каждое мгновение воспоминаний о родителях, бабушках и дедушках. Эта история так названа в честь текста одного из современных чешских писателей, который однажды написал, что мы свои воспоминания нанизываем в течение своей жизни, нанить нашей памяти и создаем свои бусы. И у кого эти бусы более богатые, чем больше таких бусин, тем мы более счастливы на протяжении нашей жизни. А вторая серия, она как бы органически вытекает из первой. Это память, но память волос. Вторая серия «Память волос» выполнена в сложной технике фотограмм. Локоны родных и друзей Габриэла запечатлела в искусстве игры света и тени. Это живые отпечатки, выполненные автором, и большинство из них, я так понимаю, вообще в одном экземпляре. А у них совершенно другая энергетика, чем на цифровых копиях. На открытие выставки приехали участники фестиваля фотовиза из США, стран Южной Америки и Европы. Она такая легкая. Понимаешь, то, что мне, когда я смотрю фотографии и картины, мне очень нравится смотреть. И мне очень нравится, когда это смотреть легко. И чувствуется легкость. Эта легкость. Хотя я хорошо знаю, что это не так легко. Выставка – это очень необычная. Взглядели на такие работы, хочется самому как-то заняться творчеством. Хочется узнать о технике, узнать о смысле этих фотографий. Потому что, глядя на них, сразу понимаешь, что в них заложен какой-то глубокий смысл. И очень интересно докопаться до него. Эти работы уже как бы из виденного. То есть это искусство уже существовало в 60-х годах прошлого века, 50 лет назад. Потом как-то его благополучно пережили. Вот оно на новом этапе возвращается. Это будет новый интересный опыт. Я думаю, стоит посмотреть это хотя бы один раз. Кстати, выставка Геннадия Генераленко следующая. Открытие запланировано на 31 октября. 25 октября в Анапском центре медицинской профилактики в Алексеевке пройдет общегородской день здоровья. На бесплатную консультацию и скрининг-обследование приглашают всех желающих. Прием будут вести терапевты, неврологи, эндокринологи, лор, кардиологов, тальмолог, педиатр, медицинский психолог и социальный педагог. При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис. День здоровья пройдет с 9 до 14 часов по адресу Анапа, улица Родниковая, 4 Б, Центр медицинской профилактики. В целях профилактики аварий и правонарушений с участием водителей в состоянии опьянения 24 октября с 8 до 13 часов на территории обслуживания роты ДПС пройдет рейдовое мероприятие под условным названием «нетрезвый водитель». Личный состав ДПС убедительно просит всех граждан сообщать о нарушениях в роту ДПС по телефону 3-30-02. Информация о нарушителях правил дорожного движения и пьяных водителях может спасти не одну жизнь. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова